Добрый день, дорогие друзья! Добрый день из Иерусалима, из святого города Иерусалая, который существует уже. Еще Авраам Авину сюда приходил, представляете? Приходил он и был здесь царь, звали его Малкицедек. Малкицедек. Мелых справедливости, царь справедливости. Еще Авраам Авину приходил сюда, переносил жертвоприношение в Иерусалиме, представляете? Вот, а мы продолжаем изучать. Сегодня восьмое даро. Восьмое даро и 82-го года, 5782 года. 5782 года. Осталось до конца шестого тысячелетия. Это как конец шестого дня творения, и потом начинался шаббат. Также сейчас мы находимся как будто бы конец шестого тысячелетия, вот прямо уже перед шаббатом. Вот сегодня будет перед шаббатом такое время, когда уже, ну прям последнее-последнее время осталось. Да, и в шаббат уже все наступает. Шаббат, ничего нельзя изменить. И то же самое будет. Мы сейчас находимся, мир находится в это время, перед приходом Машеха. Мы видим все признати, вообще все абсолютно слова пророчеств. Все сбылось, последнее сбывается на наших глазах. Это называется время, последнее. Родовые муки. Родовые муки перед приходом Машеха. Представляете, вот мир сейчас находится в родовых муках. Так вот. Кто видел, как они проходят. Так вот, сейчас мир в этих муках. Хорошо, а мы в Адаре. Мы в Адаре, и Адар это самый веселый месяц. Нужно увеличивать в радости. И здесь как раз вот очень сегодня такие прям советы два, которые до того, как мы изучаем недельную главу. Есть советы из книги «Айом-йом», такая есть книга. И из книги «Обретение неба на земле». Я, кстати, мы уже почти год изучаем. А я вот посмотрю сегодня эти книги и пришлю на них. Или может быть мы попросим сейчас Гришу, чтобы он прислал ссылочки на эти книги. Книга одна называется «Айом-йом», а вторая называется «Обретение неба на земле». И мы учим из них кусочки. Книга «Айом-йом» на восьмого Адара говорит так. В одном из своих писем Рэбе Шалом Довбер Рашаб, это был один из предыдущих любая частей Рэбе, писал. «Одно действие лучше тысячи вздохов. Одно действие лучше тысячи вздохов. Бог наш, Бог живой. Тора и заповеди вечные. Отставь нытье, работай, служи Всевышнему со старанием, и Бог будет тебе милостив». То есть в каждом поколении были тяжелые времена, в его поколении там все любая частая Рэбе почти сидели в тюрьме за свою религиозную деятельность. Это удивительно. Начиная с первого Рэбе, который альтера Рэбе. И все. Последний Рэбе сидел в тюрьме. Нет, он единственный не сидел в тюрьме, но он был беженец. У него тоже была жизнь нелегкая. Когда в России предыдущего Рэба его арестовали и присудили вначале к смертной казни. Представляете, просто советские эти самые революционеры его поймали и говорят, мы тебя казним. Потом они его выслали вначале на пожизненное, потом на 10 лет. Такой был приговор. Но потом они взяли, отменили приговор и его выслали из страны. И любая часть Рэбе, последний выехал из страны тоже вместе с ним. Это был его зять. И он больше никогда не видел своего отца. Отец его умер в Казахстане. В ссылке в Казахстане, в страшных вообще условиях. Мать потом, правда. И он сумела выехать. И она жила вместе с ним в Америке. Брат его умер один. В сестру и мужа ее убили в концлагере. Ну то есть у всех была жизнь нелегкая. Очень нелегкая жизнь была. И говорил нам о Рэбе Рашаб. Он до этого жил. Ему еще было тяжелее. Тогда же не было ни электричества. Ничего тогда не было. И он говорит, хватит вздыхать. Говорит, работай. Оставь нытье, работай. Служи Всевышнему со старанием. И Бог будет тебе милостью. То есть мы в этом мире очень мало реально можем изменить. И когда мы пытаемся изменять мир вокруг себя, людей вокруг себя, страны вокруг себя и так далее. Это все очень сложно. Очень сложно. Поэтому он говорит, сосредоточься на себе. Работай. Служи Всевышнему. Выполняй заповеди. И Бог будет тебе милостив. Теперь совет обретения неба на земле. На сегодня тоже идет. Вот как раз попалась в... Как раз очень актуальный. Значит, он пишет так. Мы зарабатываем деньги именно для того, чтобы заново связать все разделенные фрагменты с их творцом. И залог успеха в жизни в отношении к этому. Вот смотрите, да, человек работает, старается, работает, старается. Что-то думает себе с детства. Вот я выберу себе профессию. Потом пойду в институт. Потом сделаю карьеру. Потом заработаю. Другой думает, я открою бизнес. Потом еще бизнес. Потом привлеку инвесторов. Сделаю стартап. Заработаю деньги. То есть люди что-то себе планируют, планируют. Он говорит, это все хорошо при условии, что ты к этому правильно относишься. А как правильно? И дальше он продолжает. Если вы считаете себя жертвой обстоятельств, конкуренции, рынков сбыта, моды, полагаете, что судьба вашего пропитания в руках других смертных людей, ваш мир по-прежнему остается чем-то отделенным от вашего Бога. Когда же вы уверены, что Бог всегда с вами во всем, что бы вы ни делали, что ваша судьба в ваших руках, в ваших добрых поступках, ваша земля связана с небесами, где есть все, и все это будет в вашем мире. То есть мы уже несколько дней на эту тему говорили, что когда человек понимает, что все от Бога, вот все от Бога, все, что у него есть, все, что он питается, все, что вокруг происходит, все это проявление Всевышнего. И его влияние на мир, это как влияние человека, влияние глобально на мир, это как влияние комара, который в поезде бьется в стену, и он старается поезд ускорить. Примерно такое влияние оказываем мы, 8 миллиардов живущих сегодня, на поезд в жизни, который с поколения в поколение идет, идет и идет. И когда человек это понимает и перестает беспокоиться за то, что будет вовне, за то, что будет вокруг, за то, что... То есть он говорит, все в руках Всевышнего. Я делаю то, что я могу делать, а результат от Бога... В этот момент вся его картина мира опять из раздробленной, фрагментарной, независящей от него, хаотичной, превращается в очень организованную, в очень системную, в очень устроенную систему. И он как будто бы из бурлящей вот этой вот пены погружается в глубокое спокойное море, вовнутрь, где он наблюдает за тем, что происходит, но все его действия, устремления, они связаны со Всевышним. То есть, Бокольдрахехадея, на всех своих путях познавай его, Вуяшерархатеха, и он выпрямит все твои дорожки. То есть, просто на всех своих путях познавай Всевышнего. В каждом действии привяжи его к своей вере, к пониманию, что результат от Бога. Это все делается с помощью намерения. И мир опять из фрагментарного, неуправляемого, хаотичного, такого, знаешь, он превращается опять в божественную реальность. Очень все удобно и красиво. Понятно, да? И тогда что? Обретение неба на земле. Ты на земле уже обретаешь небо. Теперь дальше. Дальше очень интересно, очень интересно, дальше идет опять про жертвоприношение. Идет про жертвоприношение. И сегодня у нас как раз отрывок, когда идут жертвоприношения за умышленные грехи. Значит, за умышленные грехи. То есть вчера мы говорили про неумышленные грехи, сегодня мы говорим про умышленные грехи. И это тоже очень-очень вообще непонятная вещь вот с этим грехом. Значит, как люди могут грешить? И что такое грех? Давайте разберемся. Значит, грех – это нарушение воли Всевышнего. И человек может нарушать волю Всевышнего неосознанно, да? Например, когда он вообще не знает. То есть большинство людей, воспитанных в рамках идеологии нерелигиозной, например, есть такой даже специальный термин, в котором определяются евреи, которые воспитывались в нерелигиозной среде, они называются тинокши нежба – украденные дети. И, например, есть закон такой, вот сегодня мы учили, есть Аллаха, что если, например, ты еврей, к тебе пришел другой еврей, и просит кушать, просит кусок хлеба, и говорит, дай мне кусочек хлеба покушать. Ты, с одной стороны, ты должен ему дать, потому что это, ну, даже если, неважно кто, любой человек, который просит у тебя хлеба, ты должен ему помочь. Но если это еврей, вот, например, я еврей, ко мне приходит просто человек, я не знаю, кто он, еврей, не еврей, допустим, не еврей, да, просит хлеба, я ему должен помочь. Рядом стоит еврей и говорит, дай мне хлеб. Я ему говорю, а ты скажешь потом, спасибо Всевышнему, Беркат Амазон. Ты сделаешь, не телать и даем? Он говорит, не сделаю. Я ему говорю, тогда я тебе не дам. По закону я ему не имею права давать. Представляете? Это удивительно. Почему? Потому что он обязан сказать, сделать, не телать и даем, а мыть руки, и сказать, Беркат Амазон. А если нет, я ему не дам. Рядом стоит не еврей, я ему дам. А еврею не дам. По закону. Теперь, но если этот еврей, он говорит, я же послушай, я же не потому не скажу Беркат Амазон, я просто, я коммунист. Как я могу, как коммунист, сказать Беркат Амазон? Тогда я ему должен дать. Почему ему должен дать? Потому что он тогда Маугли. Он украденный ребенок, то есть он делает неосознанно, он не знает, его так воспитали. То есть человек, он, в принципе, любой человек, это Маугли. И в зависимости от того, как нас воспитывали, в зависимости от того, кто у нас был для нас в детстве авторитетами, и сейчас, мы все живем в состоянии неумышленного греха. То есть мы не знаем, и мы нарушаем волю Всевышнего. Но потом человек осознает что-то. Он что-то осознает, и он узнает, и он умножает знания, как говорил царь Соломон, и умножает гнев. Марбе Хахма, это первая глава Каэлита Экклезиаста. Марбе Кас, умножающие знания умножают гнев. Ве Юсив Даат, тот, кто добавляет познание. Он Юсив Маком, добавляет боль. Как это работает? Мы ему объясняем. Смотри, ты еврей, ты должен выполнять 613 заповедей. То есть у тебя есть твои предки на горе Синаи, поклялись Всевышнему соблюдать все заповеди, произнесли клятву на Севанишма, и так как вы рабами были в Египте, а потом стали рабами у Всевышнего, то ты, как ты родился в рабстве, то есть ты вот из поколения в поколение, ты рождался у рабов Всевышнего, которые поклялись выполнять волю Всевышнего. Ты тоже должен. Объяснили ему, понял? Понял. Значит, так что? Не буду. Не хочу. А почему ты не хочешь? Я не хочу. Ну а что это я должен делать? Это называется уже умышленный грех. То есть это называется умышленный грех. Он уже идет умышленно войной на Всевышний. И опять же здесь есть большая разница. Есть момент, когда человек говорит, я знаю, я принимаю, что это правда, и я не буду делать. Это называется бомизит такой умышленный-умышленный. Есть, когда он говорит, я не знаю, я сомневаюсь, я не верю, у меня не хватает этих данных. Ну в этом случае тоже. Если у тебя не хватает данных, и тут речь идет о том, что ты обязан соблюдать, и за это тебе будет смертная казнь, а за это не будет, то если человеку дают на выбор 10 стаканов, и в каждом стаканчике у него есть вода, ему говорят, смотри, в одном из стаканов яд, от которого ты моментально умрешь, в одном, 10% своей вероятности, будешь пить? Какой нормальный человек будет пить? Никакой. То есть это нужно быть идиотом, ну то есть для того, чтобы взять один из этих 10 стаканов. Потому что он скажет, слушай, ну а зачем мне рисковать? Я лучше попью сейчас, пойду из-под крана воды попью, или там я день-два подожду вообще, не буду пить. Потому что есть точная вероятность того, что в одном из стаканов есть яд, который меня убьет. Теперь, если человек, который сомневается, ему говорят, послушай, значит, 3333 года назад была Тора, значит, 3333 года твои потомки евреи из поколения в поколение верили в Тору, верили своим родителям, 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 что была Тора, полученная на горе Синай. Слушай, ну есть вероятность того, что это правда. Есть. И теперь, если это правда, тогда то, что ты ее не выполняешь, ты вредишь себе, миру, своим детям, своим душе. То есть будет много проблем. Поэтому тебе нужно сказать, беркат Амазон, благословение после еды, тебе нужно в субботу отдохнуть, тебе нужно одевать филин, тебе нужно сделать обрезание. Все. И тогда этого всего не будет. Он говорит, ну я сомневаюсь. Слушай, если 10 стаканов, и ты сомневаешься, пить не пить, ты же пить не будешь. А здесь тебе надо сделать несколько действий. И тогда только Всевышний знает в сердце, что происходит в сердце у человека. Почему он отказывается соблюдать, почему кто-то соглашается соблюдать. То есть точно весь расчет есть только у Всевышнего. И каждый человек получает следствие своего соединения со Всевышним. И у кого-то это называется неумышленный грех, у кого-то грех называется умышленный. И это две большие разницы. Потому что в храме были разные жертвоприношения за умышленный грех и за неумышленный грех. И тут есть целая система, я в ней не специалист. Я не буду сейчас вдаваться в детали. Кто хочет, может скачать эту книжку, посмотреть подробно комментарии между умышленным грехом и неумышленным, какое животное приносить. То есть это очень сложная система. Я хочу только остановиться, так как у каждого человека есть свой ракурс, как он смотрит на мир и свое в этом мире, как сказать, направление. Вот мне интересно, как работает мышление. Мое направление это разобраться, как вот человек мыслит. И я вот в этот момент, сегодня как раз тоже утром, я такую вещь одну учил, про то, что самая большая вещь, самая страшная вещь, которая мешает человеку соединиться со Всевышним, называется Гаова, гордость. Значит, когда у человека есть вот эта вот Гаова, гордость, когда он ставит свое Я очень высоко, прямо написано в Торе, что Всевышний сказал, с ним рядом я не нахожусь. То есть человеком, который гордец, который свое Я раздувает и выпучивает так, у него такое выпученное Я, он себя считает шибко умным, он себя считает, что он все в своей жизни делает и так далее. Всевышний, Всевышний рядом с таким человеком находиться не может. И чем более человек гордец и самоуверенный, тем меньше вероятности, что он будет верить во Всевышнего. И тем больше вероятности, что его гордость сломается. Потому что есть такое в Мишле, в притчах было выражение, Лифнейшевер Гаон, перед крушением Вознесения. То есть тот, кто возносится, то его обязательно Всевышний, не Всевышний ломает, он сам себя ломает. Потому что человек, он хрупкая, вообще пылинка, пушинка, и вообще непонятно его Я, вот это вот раздутое, оно вообще непонятно, а где оно, его нет. Это просто Я, это набор мыслей, которые вот, вообще человек даже сам не понимает, почему у него мысли-то держатся. Вот он думает, что он Я, что он что-то знает, что он что-то понимает, а у этого чудом держится, что он утром проснулся, и он не сумасшедший, и что он заснул вечером, это чудом. И что у него вообще память включилась, это тоже все чудом работает. Его вот это вот виртуальное Я, которое у гордеца, оно раздутое, и оно как бы такое самоуверенное и самовлюбленное. Вот это его виртуальное Я, которого нет по факту, его-то нет. То есть если мы смотрим на реальность, то Я и такого понятия, как личность человека, кроме как его воображения, нет нигде. Потому что, в принципе, для других людей этот человек, это просто набор каких-то звуков, идей. Вот человек что-то, он в звуке произносит, он какой-то такой двигается, он что-то делает, да, но он только для себя важный. А для других людей это просто какая-то вот, ну, просто какая-то кукла такая, которая издает звуть и двигается. И если человек это осознает, он понимает, что мир был без него и будет без него, и мир существует уже тысячи лет, и миллиарды людей в этом мире. Если он просто расслабится, он сдует вот это свое Я и скажет, есть только Всевышний, нет никого кроме Него. Я в этом мире, вот Я, вот это слово Я, я просто гость-наблюдатель, которому Всевышний дал возможность 70-80 лет, в лучшем случае, проходить по этой земле, и в этот момент я могу или приносить людям зло и так далее, или я могу давать людям добро, любовь, ну, и вообще быть проводником Всевышнего. То есть, если человек, у него уходит гордость, и к нему приходит вместо гордости качество, которое называется анава, анава это скромность, как Мошей Рабейну, Моисей он был, а нам, Миколь Адам он был, самый скромный у всех людей. У него не было Я, он говорит, все Всевышний, что я, я проводник, сейчас я есть, потом меня нет, сейчас я могу рукой пошевелить, а потом не могу. И в этот момент человек становится реальным проводником Всевышнего. И это самое большое величие, которое только можно в этом мире достигнуть, просто расслабиться, убрать свое Я, а и что тогда? И тогда мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Да, мы начали сегодня с совета Ребе Шолом Дов Бер Раша. Писал, одно действие, лучше тысячи вздохов. Бог наш, Бог жизни, Тора и заповеди вечны. То есть, ты берешь и говоришь, Всевышний, вот ты же сказал, что делать, вот я делаю. Остав нытье, нытье какое, как гордец ноет, мне недостаточно уважают. То есть, у гордеца, у него одна, как бы, тема, что мне мало. Вот гордец, он говорит, я такой величий, что мне мало. Тут мне, на меня не так посмотрели, тут не доделали, как я сказал, тут мне, значит, вот, меня не понимают, не ценят, не уважают, я хочу больше, больше, больше. То есть, гордец, он все время в таком нападении, он пытается свое Я раздувать дальше и дальше, пока оно не лопается, как король голый, да, пшик, и нету его. Это жизнь гордеца. А он говорит, что делать? Причем, смотрите, нытье и обвинение, это две стороны одной и той же медали. То есть, нытье, мне плохо, меня обидели, это агрессия, направленная только на себя, то есть, мне не додали. Обвинение, это вы не додали. То есть, но это все две стороны одной медали, когда человек или ноет, или обвиняет, это показывает раздутость его вот этого эго. И дальше, а что делать вместо этого? Работай. То есть, возьми, хочешь что-то делать, возьми и сделай работу, сделай пользу для других людей, сделай пользу для себя, сделай пользу, то есть, работай, да. служи Всевышнему, то есть, все, сделай какую-то заповедь, помолись, поблагодари Всевышнего, еще сделай заповедь, просто посмотри на цветочек произведения Всевышнего, скажи спасибо. То есть, вместо, чтобы делать зла, ныть, обижаться, наблюдая за цветочками, это же намного более полезно и приятно для мира, для людей. Служи Всевышнему со старанием, и Бог будет тебе милостив. И вот с таким Бог соединяется, и Он чувствует себя хорошо, у Него все, все у Него будет хорошо, потому что Он убрал свою гордость, и тогда Ему незачем грешить, потому что зачем Ему грешить, тогда Ему понятно, что Ему хорошо делает добро. Все, дорогие друзья, все, выбор за нами, Всевышний нам дал информацию и сказал, выбери жизнь, выбери жизнь, все, выбираем жизнь. Шаббат шалом, всем шалом, шалом, чтобы был шалом в мире. Вот давайте помолимся, я реально хочу, чтобы закончилась эта война. Это просто сумасшествие, это страдание, это страдание миллионов-миллионов людей, которое просто пришло от того, что есть какой-то гордец, который решил доказать, что он всему миру доказать, что он знает лучше, чем все. Он не знает лучше, чем все, и мы увидим скоро крушение гордецов. Все, удачи, успехов, шаббат шалом, и чтобы был шалом всем. Продолжение следует...